Аграрный сектор Вашему вниманию своего рода отчет не только по текущим проблемам университета, но и о нашем понимании глобальных процессов, сопутствующих финансовой атмосферой, реального влияния глобализации на развитие АПК, на наше студенчество. Будущее нашей государственности во многом определяется тем, насколько глубоко студенческая молодежь разберется в настоящем, в проблемах глобализации в том числе и насколько правильно она будет понимать прошлое. По этой тематике у нас зарегистрирована научная школа, издается альманах «Ключ». По заказу Межпарламентской ассамблеи СНГ нами выполнены научные работы по обеспечению общественной безопасности стран-членов СНГ. В раздаточных материалах есть брошюра, подробно раскрывающая тему моего выступления. Это позволяет не ограничиться в экономической части базовой проблемой, поиском кончика иглы, надломив которой мы сможем избавиться от того Кощея Бессмертного, который не позволяет раскрыться могучему потенциалу нашего АПК. Делает его гораздо менее прибыльным, чем даже у наших северных соседей. Брошюрка, о которой я говорил, она вот там выглядит, там есть как раз все материалы, подробно раскрывающие эту тему, которую я сегодня затронул в своем выступлении. Моя позиция как ректора сводится к тому, что наши студенты должны иметь более высокую меру понимания сути процессов глобализации, мировоззренческой грамотности, чем технари, чем гуманитарии. К счастью, на Руси был и никуда не исчез, как это не обечалит либеральную общественность, источник этой концептуальной мировоззренческой грамотности, о которой говорил в свое время еще Александр Сергеевич Кушкин. К нашим студентам мы предъявляем особый спрос в связи с тем, что мы им имеем дело с природой. А это поистине единственное, аутентичное, достоверное послание Бога в нашем трехмерном мире. Это метко подметил в свое время еще гений Ломоносова. Изучение принципов взаимодействия отдельной пчелы и улья или стремления и умения голубя за сотни верст вернуться на родину позволяет иначе смотреть на мир, на миссию человека в нем. Кстати, на слайде представлена сцена расправы сторожевого отряда с пчелой, пытавшейся занести в улей алкоголя, задержащий нектар. Нашему по обществу подобную меру понимания. Кроме того, что касается нашего университета, то он еще связан неразрыдными узами с Эгрегором Пушкина, с его пророческим творческим наследием, которое мы по праву считаем базовым скрепом русской цивилизации. А наш новый корпус оказался в ракурсе египетских ворот. Все эти знаки нас ко многому обязывают на таком уже, если угодно, мистическом уровне даже. Пришла, наверное, пора выхода из египетского плена. Глобализация – процесс объективный, но мы не согласны с безальтернативностью способа, характера, финансовых схем глобализации. Она может и должна протекать на базе иной нравственности, на базе иной концепции, обеспечивающей безопасность, а не финансовые коллапсы и погромы общественных систем. Особенность нашего университета в том, что это пока единственный вуз, который в партнерстве с факультетом прикладной математики и процессов управления большого университета дает знания в сфере альтернативных способов глобализации, в сфере мировоззренческой безопасности студентов, сопряженной с изучением концепции общественной безопасности, достаточно общей теории управления, ДОТУ, как мы это называем. Мы ставим свои задачи выпустить из стены университета не просто специалиста, но человека с большой буквы, который не пригоден для использования его в качестве планктона для зарабатывания денег на его пороках. Наши собственные санкции по отношению к транснациональным корпорациям – полное прекращение потребления алкоголя и табака, что становится модным уже не только в среде нашей молодежи, но и у развивающихся молодежных движений в стране в целом. Что касается города, там уже знают, пришли наши студенты, а, ясно, из Аградного – это те, которые не пьют. То есть это уже такая устоявшаяся, что ли, логика взгляда на наших студентов. Из очень многих регионов нашей страны зачастую именно по этим причинам родители направляют своих детей в наш университет, что позволяет нам успешно справляться с набором студентов. По этому году мы увеличили прием более чем на 30%. У нас учатся студенты из 42 стран мира, из большинства регионов России. Мы даем студентам знания о противоположности принципов глобализации русской и евроамериканской цивилизаций. Русская цивилизация в своей основе формировалась всегда на идеях добра и на духе справедливости, как блок, если говорить в научных терминах достаточно общей теории управления. При этом в блоке всегда интеллект распределен по регионам. Отсюда афорист Владимир Владимирович Даля. В России центр на периферии. Евроамериканская же система изначально, со времен огненной воды для индейцев и опиума для китайцев, формировалась не как блок, а как конгломерат, строящихся на герметичных знаниях, которыми обладает только центр при дезорганизации и подавлении интеллекта регионов. В поэтической форме противоположность этих управленческих подходов ярко отобразил в свое время еще Тютчев. Так что, как это не покажется странным, анализ процессов, происходящих на Украине, позволяет понять методологию возникновения проблем и нашего АПК. Истребление русского духа по совету первого канцлера Германии Бисмарка реализуется через стремление разделить, а потом столкнуть русских с русскими. Поскольку внешним силам, от Наполеона до Гитлера, Русь, как свидетельствует история, всегда успешно противостояла и только сплачивалась против внешнего врага. То есть Руси никогда не был сражен внешний враг, ее всегда пытаются как-то взорвать изнутри. Аналогичная ситуация и в сфере экономики, в сфере АПК. Нам не страшны здесь ни санкции, ни внешние угрозы. Они в конечном счете положительно скажутся на нашей стратегии на сплочении наций. Один из Апокрифов передает слова Иисуса Христа, которыми он завершил свой глубоко обоснованный протест против яст и кушаний, привезенных заморским купцом. Он говорит, что не для здоровья ты это выращивал, а для денег, другая энергетика в продукте. Так завершает он свой спор словами, каждый народ должен питаться плодами своей земли. Несчастлива та земля, которая не кормит свой народ. Поэтому, когда мы выбираем между пармезаном, так сказать, и российским сыром, мы не должны думать только о своих вкусовых как бы рецепторах. Мы должны думать о земле при этом. Будет процветать либо наша земля, либо чужая. Санкции сдвигают нас в сторону жизни по-божески. Когда нас кормит наша земля, собственная, а значит обихоженная. Основная угроза у нас не внешняя, а внутренняя, еще раз повторяю. Финансовый блок сегодня во главе с Центральным банком по той же алгоритмике Биспарка у нас удалось отделить огромной пропастью от целостной хозяйственной системы страны, от ее нужд. Он работает исключительно на свои недальновидные интересы. Блокирует высокими ставками кредитования и своими безумными доходностями возможности развития АПК. Что же касается потенциальных возможностей самого АПК, то земля, матушка, это наше основное, ныне неценимое богатство. Русь это 50% мировых черноземов. Вы знаете, 240 миллионов гектаров черноземов на земном шаре, из них 120 миллионов гектаров на нашей земле. Потенциально мы можем обеспечить продовольственную безопасность регионального блока, вот по данным, в частности, Академика Попова, численностью до миллиарда человек. Вот такие экспертные оценки по нашему ресурсу. Поэтому, какие здесь угрозы? У нас всего более чем достаточно. Разрешение проблем, возникших у России в сфере экономики, требует от нас своими жизненно необходимого суверенитета, о чем очень точно сказал наш государь, президент России Владимирович Путин, радикальных перемен прежде всего во внутренней политике, в экономическом механизме государства. И без этого мы никуда не смеемся, ни в сторону модернизации, ни в сторону инноваций. При этом мы должны понимать, что экономика – лишь одно из звеньев в системе приоритетов, обобщенных средств управления общественными системами. Мировоззренческие, исторические, идеологические приоритеты – все властны над экономикой. И лишь генное и военное оружие подконтрольны уровню экономического приоритета. Поэтому с этих позиций нам абсолютно понятно, что происходило на Украине. На Украине все происходило на уровне первого, второго, третьего приоритетов. И, естественно, через 25 лет это вышло на самый слабый, на шестой военный приоритет. Последние 25 лет на четвертом экономическом приоритете мы подвергаемся в стратегическом плане гораздо более грозной агрессии, чем агрессия военная. Суть ее во внедрении в практику государственного управления криптоколониального псевдорыночного либерализма в рамках парадигмы, именуемой Вашингтонским консенсусом. У нас есть масса работ по этой проблеме. В частности, в том же сборнике ключа. Эта парадигма Вашингтонского консенсуса была отработана до запуска в России в начале 90-х годов на странах Латинской Америки. Ее миссия – перебрасывать проблемы, порожденные экономикой страны-метрополии, на подконтрольные страны, являющиеся де-факто финансовыми колониями через надгосударственную систему центробанков земного шара. Если с этих системных, а не с отраслевых позиций исследовать причинно-следственные условленности проблемы ПК, да и всего реального сектора экономики, то приходишь к неизбежному выводу, что наша исходная, первая по значимости проблема – это ставка по кредиту, которая порождает серию непреодолимых, неизбежных последствий. С позиций ТОТУ ставка кредитования является инструментом макроэкономического надгосударственного управления обществом, она же задает горизонт роста всех тарифов естественных монополий, потому что кредитуются все, и те, кто воду подает, и нефть, и электроэнергию, и она является при этом первичным, задающим генератором инфляции. Процент на предыдущий процент в кредитах, а следовательно, не в тарифах, порождает экспоненциальный рост расходов, что приводит к математически неизбежным кризисам, кубит наше сельское хозяйство. Манипулируя ставкой кредитования под диктовку зарубежных кураторов, можно через систему выведенных из государственного подчинения центробанков совершить чудо, о котором говорил в свое время еще Карл Юнд, и затормозить в развитии АПК и богатейшей во всех отношениях страны. В нашей научной школе, работающей, как я и отмечал, совместно со специалистами факультета прикладной математики и процессов управления, неизбежность кризисов доказывается так же математически строго, как школьниками решается задача о неизбежности перетока воды из бассейна А, реальный сектор, ниже расположенный бассейн Б, банковский сектор, когда аналогом воды выступают деньги, а диаметр соединения трубы эквивалентен размеру ставки кредитования. Как известно, 4 сентября 2014 года европейский ЦБ снизил ставку рефинансирования с 0,15% годовых до 0,05%, а депозитную ставку с минус 0,1% до значения минус 0,2%, подчеркивая тем самым необходимость тончайшей настройки кредитно-финансовой системы на нужды производства, когда значимы даже сотые доли процента, а мы в это время, как вы знаете, повышаем ставку кредитно-финансирования. При этом ставка рефинансирования в Европе и без того многократно ниже инфляции, но это не явилось сдерживающим фактором для снижения ставки, как в случае с нашим ЦБ. Там ставка снижается чисто административными методами. Не будем полемизировать с анекдотичным доводом, понятным даже студентам, что судный процент у нас не умышленно навязан, а великость за большой инфляции. Приведенные на слайде сравнительные данные по соотношению ставки рефинансирования инфляции полностью опровергают эту фальшивую логику. Я как-то выступал не так давно на интеллектуальном клубе при губернаторе Белгородской области Савченко, и мне, конечно, было очень приятно в сентябре 2014 года отметить такое недооцененное, по-моему, экономической наукой событие. Судный процент, как тот самый кончик иглы Кощея Бессмертного, противостоящий России концепции глобализации, впервые публично, на самом высоком уровне, на заседании Госсовета, впрямую обнажил губернатор Белгородской области Евгений Степанович Савченко. В подтверждение его правоты отмечу, что в течение всего XIX века, когда расставщичество ограничивалось законом, всегда законы ограничивали расставщичество. Поднимите все законы. Никогда не было, чтобы расставщичество вот просто так выведено было, якобы на рыночные рельсы. Это не так. Цены на все базовые товары за сто лет снизились в 1,7 раза в среднем, что исследовал еще Дмитрий Иванович Менделеев в работе с немодным у нынешнего финансового блока названием «С думой о благе российском». Ежегодно снижались цены и при Сталине. А вот у Менделеева проанализированы все товары, и вот видите, внизу 172. Это насколько снизились цены за сто лет. Ежегодно снижались цены и при Сталине, который разобрался в механизмах глобализации по-евроамерикански и умело отстроился от них. Наш президент Владимир Владимирович Путин неоднократно в жесткой форме требовал снижения ставки кредитования и от ЦБ, и от финансового блока правительства. Его требования удается блокировать только потому, что это не экономический вопрос, это вопрос нравственности общества, его концептуальной грамотности. Это, понимаете, точно так же я хотел, чтобы в этой аудитории, если мы поймем, то это будет самым главным в переменах нашей в стране. Вот я вам приведу такой пример. Это вот перед нами вместе стоит задача, как перед Коперником в свое время. Не мог никакой император каким-то указом определить, что Солнце не вращается вокруг Земли. Нужны были Коперники. Вот и сейчас точно такая же ситуация. Потому что это вопрос вовсе не экономики. Скажем, Коран и нравственность кораническая. Категорически запрещает любой процент, как самый страшный грех на Земле. Вот когда все поймут, что когда все поймут, только тогда управление обществом через бесконтрольный судный процент станет невозможным. Это наша с вами задача, задача экономистов-аграриев, да и всех тех, кому доверенно заботятся о Земле. В этой схеме мы оказываемся крайними. Именно поэтому я уделил этому вопросу такое особое внимание. Пока же юристы и законодатели даже не поднимают вопрос о законодательном ограничении ростовщичества. Как это было на протяжении всего 19 века. Обратитесь к истории. Если кто-то думает, что это происходит из-за непонимания, то это ошибка. Чтобы убедиться в этом, я предлагаю вместе послушать резко отрицательную реакцию Грефа на прозвучавшее на Санкт-Петербургском экономическом форуме предложение, вот собственно идеи нашего университета. О необходимости давать народу системные полные знания, чем как раз и занимается вот наш университет. Поэтому, пожалуйста. Вы знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще. Потому что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть, власть фактически, в руки населения. И при этом, если каждый человек сможет участвовать напрямую в управлении, что же мы науправляем. Потому что они понимали, как только все люди поймут основу своего я и самоидентифицируются, управлять, то есть манипулировать ими будет чрезвычайно тяжело. Люди не хотят быть манипулируемы, когда они имеют знания. В иудейской культуре Каббала, которая давала науку жизни, она 3000 лет была секретным учением, потому что люди понимали, что такое снять пелену с глаз миллионов людей и сделать их самодостаточными. Как управлять ими? Любое массовое управление подразумевает элемент манипуляции, как жить, как управлять таким обществом, где все имеют равный доступ к информации, все имеют возможность судить напрямую, непрепарированную, получать непрепарированную информацию через обученных правительствами аналитиков, политологов и огромные машины, которые спущены на голову средствам массовой информации, которые как бы независимы, а на самом деле мы понимаем, что все средства массовой информации все равно заняты построением, сохранением страт. Так как в таком участии жить? И мне от ваших рассуждений становится страшновато, честно говоря. И мне кажется, что вы не совсем понимаете, что вы говорите. Ну вот мы все-таки понимаем, что говорим, и мы в отличие от Грефа знаем, как жить и управлять, когда полностью все системные знания будут открыты для народа. Вот, собственно, чем и занимается наш университет. Я хочу сказать, что Греф отстал от жизни просто. В 21 веке, когда скорость схемы, скорость смены технологий впервые в истории человечества превысила скорость обновления поколений, изменились контуры и скорость циркуляции информации. Такое произошло впервые за всю историю существования нашей цивилизации. Поколения менялись через 25 лет, а технологии тысячелетиями не менялись. И впервые мы живем в новое время. Так вот, в результате герметичное толпоэлитарное управление, работавшее тысячелетиями, сегодня уже не работает в соответствии с законом времени, о котором говорил Александр Сергеевич Пушкин. Хотя стремление Германа Оскаровича сохранить систему в старом виде нам понятно, ежеквартальная чистая прибыль Сбербанка, не с неба падающего, понимаете, а из наших карманов, превосходит весь объем госбюджетных средств, выделенных на программу развития сельских территорий до 2020 года. Чтобы вы понимали, прибыль Сбербанка составляет чистая прибыль, 1 миллиард рублей в день. А прибыль от процентных, вернее не прибыль, а процентные доходы Сбербанка, они составляют 2 миллиарда рублей ежедневно. Поэтому пока мы с вами говорили, уже нам бывает что на ком. И это все при том, что рентабельность сельскохозяйственного производства по итогам 2013 года без дотации составила в стране в целом минус 5 процентов. Это официальные данные Министерства сельского хозяйства. С учетом дотации где-то до 7 процентов значит мы дотягиваем. Поэтому, ну так, вот мы с вами это должны понять. И вот мне хотелось к вам обратиться. Не нас ли с вами имел в виду Салтыков щедрин, когда предупреждал, берегитесь, господа, как только мужик поймет, что такое внутренняя политика, все с этой политикой будет покончено. Позвольте, товарищи, кроме этого, проинформировать вас и о текущих делах университета. В последние годы, благодаря поддержке Минсельхоза и правительства Российской Федерации, когда его возглавлял еще Виктор Алексеевич Зубков, активно совершенствуется наша материально-техническая база. Университет получает, по сути, свое второе рождение. Хотелось бы сегодня в вашем присутствии отдельно и прежде всего от вашего имени поблагодарить Виктора Алексеевича за восстановление исторической справедливости по отношению ко всем поколениям аграриев, потому что университету до этого крайне неправильное отношение было. Так что давайте поблагодарим. Ну и я теперь кратко просто прокомментирую, вот по слайдам пройдусь, еще раз говорю, презентация вся есть на флешках. Ну вот мы восстановили манеж, об этом уже мы говорили. Значит, дом служащих полицейского управления в руинированном состоянии находилось, брошенное здание полностью разрушено изнутри, мы его полностью реконструировали, и это наше общежитие. Дом дворцовых чинов, точно так же со времен царских, он, по-моему, в таком состоянии пребывал, находиться там было невозможно. Реконструкция полностью завершена, видите, надстроен мансардный этаж, это многоквартирный жилой дом для профессорско-предподавательского состава нашего университета. Большая царская оранжерея находится на реконструкции, губернатор нашего города Георгий Сергеевич Болтавченко обращался к президенту с просьбой выделить средства по 2014 году, еще мы могли бы завершить в этом году, но вот сейчас будем просить о поддержке тоже и руководства города. В 2015 году мы могли бы завершить этот объект. Казармы, собственно, величество его конвоя выполнен полностью проект реконструкции и реставрации, он прошел государственную экспертизу, по этому году мы тоже заявлялись на финансирование, но проблема в том, что у Минсельхоза вообще нет программы развития вузов. Сейчас мы пытаемся войти в программу Минобровскую, что очень непросто. Минобров говорит, входите, но со своими деньгами. Вот такая коллизия. Гараж его величества конвоя, вы знаете, три здания, тоже проект реконструкции выполнен, это памятник федерального значения. Пожалуйста, дальше. Ну, наконец, новый учебно-лабораторный корпус, видите, в ракурсе египетских ворот, как раз находящийся символично. И постановление, Владимир Ильич Путин подписал по строительству этого корпуса, мы могли бы его завершить в этом году, хотя плановое финансирование, это 15-й, 16-й, 17-й годы, к сожалению. Вот будем просить тоже руководства города, Минсельхоз поддержать нас, мы его могли бы ввести в следующем году без особых проблем. У нас выполнен проект нового университетского общежития, самого современного, оно здесь могло бы быть построено в нашем студгородке, привязка есть, есть проект, и есть полностью госэкспертиза. Поэтому, вот с учетом того, что у нас сегодня гости из Россетей, из Ленэнерго, конечно, вот такой проект мы, может быть, могли бы поднять с какими-то корпорациями вместе, и использовать его, соответственно, не только на нужды нашего университета. Ну вот, общее сведение по университету, тоже вы потом можете посмотреть поподробнее, пожалуйста, дальше. У нас сейчас структура, много здесь выпускников, видите, мы укрупнились, Институт агротехнологии, почвоведения и экологии, который объединил все четыре факультета прошлых. Институт биотехнологии, Институт технических систем, сервиса энергетики, Институт экономики и землеустройства, Управление технологией ВПК, Юридический факультет, Институт международного образования, Институт магистратуры. Значит, у нас, вы знаете, что в составе университета теперь работает Академия менеджмента и агробизнеса. Это дополнительное профессиональное образование, обязательный элемент университетской структуры. И у нас открыто отделение среднего профессионального образования, то есть, хотел бы обратиться к вам, чтобы вы знали, мы можем принимать, ребята, после девятого класса на обучение к нам. Пожалуйста, дальше. Вот известная вам Академия менеджмента и агробизнеса, которая сейчас в Атаге на Марину Вианимовну возглавляет. Пожалуйста, дальше. И там как раз кафедра, о которой мы говорили. Вот кафедры основные Академии. Пожалуйста, дальше. Мы уже говорили, что конек нашего университета, это, если угодно, здоровый образ жизни и иные взгляды вообще на мир и на жизнь. Ну, я сам отношусь к людям, которые вот в течение жизни мои близкие не потребили, не потребили ни одного глотка алкоголя, по крайней мере, с того момента, как нам стала известна серьезная информация. И такой же костяк молодежи у нас растет. Это ребята, которые гарантированно в течение жизни не сделают ни глотка алкоголя. Это новое поколение, конечно. У нас вот основные программы научные здесь перечислены. Пожалуйста, дальше, чтобы нам время не тянуть. Наиболее сильно развивается сейчас лаборатория микроклонального размножения растений. И эта тематика, вот мы ищем здесь партнеров. Почвоотборник. Таких пока вот в мире три экземпляра. Самое современное оборудование. Оптико-сенсорная система контроля и прогнозирования урожайности также у нас есть. Мы только что ввели в строй испытательную лабораторию контроля окружающей среды. Она получила государственную аккредитацию. И ничего по масштабам на Северо-Западе близкого нет. По количеству параметров, по которым мы можем аттестовывать землю, воду, воздух и все, что связано с выращиваемой сельхозпродукцией. Лаборатория аттестации рабочих мест, энергоаудита, самая мощная лаборатория, вот такие в последнее время. Лаборатория устойчивого развития сельских территорий, международная лаборатория кооперации. Мы, вот буквально это свежее недельной давности фото, международный проект Tempus, который по сути был во многом порожден нашим университетом, и мы там, но задействованы вузы Европы и наши вузы открытия. Класса Россельмаша здесь на картиночке отличный. Ну и вот, конечно, кафедра Ленэнерго, об этом мы говорили. Вот Олег Михайлович Бударгин как раз там за пультом дает старт работе кафедры. Вот новый, вы видели комплекс Россетей Ленэнерго. Мы там участвовали в открытии подписания документов совместных с Россетями из Ленэнерго. Изобретательская деятельность активно ведется. Мы вошли в состав технологической платформы, технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК, продукты здорового питания. Сейчас будем очень серьезно заниматься темой аквакультуры и рыборазведения. Пожалуйста. Но самый, пожалуй, близкий и дорогой для нас партнер это Эстонский университет естественных наук. Здесь у нас постоянные регулярные обмены. И во многом это держится на ректоре университета. Майт Классен работал в свое время министром образования Эстонии, возглавлял ассоциацию аграрных вузов Европы. И вуз, в общем-то, пожалуй, он в числе, может быть, сильнейших вузов Европы. И отдельно хочу сказать о взаимодействии с Китаем, скажу почему. Ну вот, некий набор вообще визитных карточек. Это визит министра сельского хозяйства, который поныне работает ко мне. Это мое выступление на конференции на пленарном докладе, где было два доклада от нашего университета. Профессор Зазновин Владимир Михайлович делал доклад. И ваш покорный слуга. Значит, это визит правительственной делегации Китая во главе с Ван Яном. Вот, пожалуйста, напротив меня. Это первый вице-премьер Китая, который ведет промышленность и сельское хозяйство. Он полтора часа беседовал со мной по разным аспектам будущего, в том числе и российско-китайского взаимодействия в сфере сельского хозяйства. А это уже совсем недавняя, двухнедельной давности фотография в Пекине. Я участник подкомиссии по сельскому хозяйству России и Китая. И, по сути, единственный вопрос, который получил серьезное обсуждение на заседании подкомиссии, это организация на территории аграрного университета Санкт-Петербургского центра инновационного аграрных технологий совместно с Китаем. Вот такой проект обсуждался. Сейчас это руководитель Китайской академии сельскохозяйственных наук у меня в кабинете. А это первый человек в системе общественных наук, президент Академии марксизма Китая. Это неделю назад. Ватикан к нам тоже наведывается. И, в частности, вот со мной рядышком советник Папы Римского по вопросам миграции, потому что наши идеи ландшафтно-усадебной урбанизации, они детально изучаются в том числе институтом, который есть при Папе Римском. Вот, собственно, кратко так может быть о университете и его делах последних. Ну и завершая, я хотел бы сказать, что все эти наши планы, все эти проекты требуют кадрового обеспечения, профессионализма высочайшего уровня. И сегодня мы должны низко поклониться и сказать слова благодарности всем тем, на чьих плечах вырос и держится университет сегодня. И прежде всего всем тем, кто присутствует в этом зале. Чтобы лучше жить, страна должна работать на основе лучших знаний. Выработать и дать такие знания молодежи было, есть и будет центральной задачей нашего университета. Спасибо вам. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ